Хотелось бы еще, кстати, по поводу Герасимова. В одном из последних интервью он, во-первых, заявил, что Российская Федерация еще не знала такого уровня войны. Ну, естественно, сказал, что приходится России воевать с коллективным Западом. Что еще примечательно, он просто начал раскрывать, по сути, определенно, критиковать даже, оправдываться, с другой стороны. Во-первых, по его словам, в Украине поставила Россию в такое положение, с которым та никогда не сталкивалась. Также Герасимов признался в проблемах с мобилизацией, поскольку Российская армия оказалась неподготовлена к условиям новых экономических отношений, и все пришлось править на ходу. Это, опять же, цитата. Вот не выглядит ли это таким образом, что Герасимов заранее пытается оправдаться, если у него ничего не получится? Выглядит еще хуже это выглядит. Вот давайте опять попробуем, попробуем, как это? Это, господи, политика здорового человека и политика России. Представьте себе, что в Украине кто-нибудь, человек, который отвечал за это, сколько лет Герасимов начальникам генштаба служит? Уже там лет 10 точно побольше. То есть это он строил эту систему мобилизации. Это не кто-то, это не Суровикин, не Пригожин строили систему мобилизации. Это строил и не натовские супостаты. Это строил сам Герасимов. И сейчас он жалуется, что плохо работает система мобилизации. Так кто ее строил, братан, в смысле? Как это? Это точно так же, как Путин рассказывает, что, оказывается, 8 лет обманывали. Кого обманывали? Его обманывали. Правильно, 8 лет. Путина 8 лет обманывали, оказывается, на Западе все. Этому, оказывается, кто-то построил неправильную систему мобилизации. Но кто? А еще кто-нибудь жалуется, что коррупция. Но только кто жалуется? Жалуются те же люди, которые этим всем руководили. Медведев жалуется, что неправильно построена военная производство. Жалуются Медведев. Так он руководил этим государством. Он был премьер-министром все эти годы. Только три года назад стал этот Мармышкин или как его там, не помню, Машонкин. Вот. И они все жалуются на некие неудачи в своих собственных ведомствах. И заметьте, никто, никого, вот тут вы же логику хотели, да, насчет пропаганды. И никому же в России в голову не приходит, что это он сам и построил, сам Герасим. Вот вы увидите, не будет на это наезда. Ну, может, Пригожин наедет, но электорат не наедет за то, что он же сам построил эту систему. Редактор субтитров А.Семкин